19 марта 2014 года президент Путин выступал с речью, посвященной вступлению Крыма в состав Российской Федерации, и выступление его изобиловало чрезвычайно эмоциональными формулами и довольно редкими в его политическом лексиконе поэтизмами. Он говорил о том, что Крым наконец пристал, приплыл на родину, на свой берег, в родную гавань и так далее, и так далее, и так далее. Тон обычно несвойственной риторике этого деятеля политического, но здесь, как мне представляется, отложились довольно устойчивые представления, существующие в русской культуре от 200 с небольшим лет, о том, что обладание Крымом, собственно говоря, является собой смысл и венец цивилизационной миссии России, что это есть в каком-то смысле смысловой центр империи. Екатерина первоначально планировала расширить, если не границы империи, то, по крайней мере, ее влияние и значимость вплоть до европейских территорий Атаманской империи, до Константинополя, но это не удалось. Но свой кусок древней Греции императрица получила в Крыму. Крым был присоединен к России в 1783 году, причем, что произвело сильное впечатление на современников, он был присоединен без военных действий. Измотанная военными действиями Турция первоначально согласилась на переход крымского хана из-под руки Атаманского султана под российскую руку. Правда, это мирное завоевание, потрясшее воображение современников через четыре года привело к новой, тяжелой и очень изнурительной войне с Турцией, но первоначальный эффект был колоссален. Россия, наконец, получила свой кусок территории, когда-то преднадлежащей к античному миру. И, кроме того, мне доводилось говорить о религиозной связи, которая существовала между Российской империей и Византией. Крым и здесь играл чрезвычайно важную роль, потому что в Крыму состоялся брак князя Владимира с греческой княжной, обозначавший принятие России христианства в Херсонесе Таврическом. Как писал из Крыма Потемкин императрица, Таврический Херсон – источник нашего христианства, а потому и людскости, то есть принадлежности к человеческому роду, уже в объятиях своей тщери, то есть дочь Таврического Херсона снова обнимает завоеванный Крым. Тут есть что-то мистическое. Екатерина была совершенно чужда мистицизма, но Потемкин был мистиком и визионером, и он видел вот этот вот мистический знак в том, что Крым оказался под Российской гидой. После присоединения Крыма Потемкин получил позицию губернатора новообразованной Таврической губернии, очень активно занимался административной деятельностью на верных ему территориях, но в центре, во всяком случае, одним из важных направлений его деятельности было тотальное переименование. Причем турецким и татарским городам и поселениям давались не русские, но греческие имена. Как писал биограф и племянник Потемкина генерал Самойлов, «Чтоб более поразить умы блистательностью деяний Великой Екатерины, чтобы отресть и истребить воспоминания о варварах, в покоренном полуострове возобновлены древние наименования. Крым наречен Тавридаю. Близ развалием, где существовал древний Херсонес, из самых тех груд камней при Ахтиарской гавани возник Севастополь, Ахт Мечет назван Симферополем, Кафа Феодосий, Козлов Евпатории, Еникаль Пентикопеум, Тамань Фомогои и прочь». То есть покоренному полуострову надо было срочно придать греческий характер. Исторически напомнить о существовавшей здесь через эти символические названия, конечно, они за одним-двумя исключениями не были восстановленными названиями, это были заново придуманные названия, но их грецизированное звучание создавало смысловую связь с греческой культурой, существовавшей на этой территории, и одновременно с пространством, с точкой, с центром, откуда началась в свое время христианизация России. Бурная деятельность Потемкина на этих территориях, она, в частности, предполагала монументальное заселение и Крыма, и прилежащих к нему территорий. Потемкин привлекал туда самые разные колонистов, там были образованы армянские, сербские, болгарские и другие поселения на территории Крыма, немецкие, надо было собрать. И вот это вот невероятное этническое разнообразие, как бы единый мир до Вавилоновского разделения языков потрясал воображение современников, как писал Петров Потемкину. Весь двинулся Херсон. Город Херсон был основан в те же годы, сразу же после завоевания Крыма, как на пути между Петербургом и Центральной Россией и Крымом. Весь двинулся Херсон, конца ему не видно. Молдавец, армянин, индейянин или эллин, или черный эфиоп. Под коим бы кто небом на свет не произошел, мать всем Екатерина. То есть все народы – это, так сказать, залог будущего царствования Российской империи над миром. Все народы объединяются в Крыму и, значит, под эгидой русской монархии. Или, как в другом месте писал тот же Петров, азиатец, солнцем осмуглевший афр, клематов разных европеец, без маска чем-то им пристанет. Языки их и веры разные, но угоститель всех один. То есть всех угощает Потемкин на веренной территории. Надо сказать, что действительно там существовали разнообразные поселения – молдавские, сербские и другие. Но что касается афров, осмуглевших, то, по-видимому, речь шла об одном единственном человеке – у Ганнибаля, который был адъютантом и советником Потемкиным. Больше ни про каких эфиопов на территории Крыма мы ничего не знаем. Но, с другой стороны, и этого достаточно для вот этой вот картины универсального объединения всех народов на исторической миссии России под ее державной рукой русской монархини. Потемкин постоянно стремился противопоставить Крым Петербургу и писал, что здесь настоящая твоя слава, здесь слава твоя оригинальна, здесь ты не меряешься ею с предшественниками, писал императрица. Но Петербург все-таки город Петра, и там, как сказать, царство Екатерины было в тени петровских завоеваний. А здесь это было вот ее собственное достижение, символ ее величия и успеха. И кульминационной точкой во всем этом административном, организационном, экономическом и символическом освоении новых пространств стала знаменитая поездка государыни в Крым в 1787 году. Она собиралась взять с собой внуков великих князей Александра и Константина, независимо страшное сопротивление родителей, которые не хотели их отпускать. Но с государыней было особо не поспорить. Потом Курь, произошедшая с одним из внуков, заставила ее отказаться от этих планов. Она оставила их в Петербурге, уехала сама, но на протяжении всего путешествия, все ее путешествие было символом вот этого вот громадного геополитического разворота страны. Она выехала из северных великоросских губерний зимой, весной прибыла в Киев, в мае начало движение по Днепру через Кременчуг и Херсон в сторону Крыма. Как бы ее движение шло по параллельно весеннему оживлению природы. Этому путешествию и связанной с ним всей его истории не только русский язык, но и как бы политический лексикон многих языков обязан знаменитой идиомой Потемкинские деревни. То есть нечто, значит, выдуманное, несуществующее и так далее. Замечательный русский филолог и историк Александр Михайлович Панченко показал в своих работах, и это надо понимать, что Потемкинские деревни, конечно, были декорациями. Потемкин декорировал по пути Екатерины, он созывал поселян, он изображал построенные деревни, он одевал местных жителей, а также членов своей святой роты в костюмы и все прочее. Но чего он не пытался делать, вопреки традиционным представлениям, он не пытался никого обманывать. Он не пытался выдавать свои декорации за реальность. Это было необыкновенно богатое, необыкновенно расточительное, но демонстрация монументальных его политических замыслов. Что должно быть последствий, как должна выглядеть эта покоренная территория, в кульминационной точкой всего путешествия стал пир, который был устроен в честь Екатерины на веранде наспех построенного Севастопольского дворца. Потемкин был мастером подобного рода режиссуры. В какой-то момент неожиданно открылись занавески, которые были до этого задернуты, распахнулись окна, и стоящие на рейде корабли выстрелили из всех пушек, абсолютовая императрица, что означало вот флот, русский флот в Севастополе, который стал символическим центром всего этого путешествия. На обратном пути государыня посетила, ехала обратно из Крыма через Москву. В Москве она присвоила Потемкину титул Таврического, и в Москве в ее честь было разыграно огромное празднество. На время ее возвращения, это тоже было рассчитано, летом в июле она приехала в Москву, был 25-летний юбилей ее восшествия на престол. По этому поводу были громадные празднества, и центром празднества была аллегория. Все страны света несли монархине свои подношения. Север ей подносил свои дары, что чем богат Север, Восток свои, Запад свои. А тут надо иметь в виду, что устойчивым по значениям России в то время, в политической флоте этого времени был Север. Россия оказалась Востоком значительно поздней. Тогда самоназванием России был Север. Россия – это Северная страда. И вдруг, значит, последним, а это было действительно после гения Севера, гения Запада и гения Востока, появлялся гений Юга. И говорил, я все вы гении благословенны, служа, значит, великой государыне, но калика я перед вами предпочтен, что все, что вы имеете по разу, во мне в совокупности есть. И целое царствование, я приношу государыне, царство млеком и медом точащее. Крым – изобилие, земля, райская обетованная земля, которая досталась России и воплощает в дну центр ее цивилизаторских усилий. Спасибо.